Михаил Игнатов. Цикл «Путь». Книга пятая. Исход. Первый пояс. Пролог. «Мы что, ограбим шахту Ордена?» Мериот откинулся на выщербленной каменной скамье, прислонившись к плющу, что покрывал стену зала стражи кровавым покрывалом. Распахнув глаза в показном удивлении, переспросил. «Ограбить шахту? Будь я одинок или, уходя из гряды, вырывая все корни, то, возможно, решился бы на столь безумный поступок. Ухватить побольше да бежать. Можно даже не во второе, а в сто озёр. У меня и отбирать там всё добытое не стали бы. Ведь я принёс бы в их клан такую радостную весть. Лесной ватажник ограбил сердце богатства Ордена». Мериот расхохотался, подняв задумчивый, размытый мечтами взгляд над моим плечом, всматриваясь в видимые только ему картины. Качнул головой. «Но я не для того оставил сына и наследие волков, чтобы всё, чем я и он пожертвовали, на что пошли ради этого похода перечеркнуть своими руками. Пока не слышу ничего, кроме очередных умствований. Терпение моё было на исходе. А они мне надоели ещё в лесу. К делу». Но волк не спешил продолжать, проверяя крепость моих нервов. Наконец, словно насладившись мечтами или удовлетворившись выдержкой, кивнул. «К делу. Ты, рождённый в нулевом, не задумывался, почему главы ватаг так молоды? А я их видел. Ты первый и единственный из них, кого я знаю. Мы наблюдали твою схватку на арене в день встречи гостей города. Первый раз слышу». Я безразлично пожал плечами. Там всё было заполнено зрителями, глаза разбегались. «Орденцев видел, а тебя? Может, места ваши оказались в самой заднице?» Мириот усмехнулся. «Пусть будет так. Тогда поверь на слово. Они все моего возраста. Редко кто старше или младше больше, чем на десять лет. И ответь, где старшее поколение? Наши отцы, деды?» Я уже хотел сказать ему о десятках пожилых ватажников, что я видел в городе дома Найма. О том же скупчике в лагере волков. Но Мириот меня перебил. «Я спрашиваю не о простых ватажниках, обделённых талантом, рано упершихся в преграду. Я спрашиваю о лучших из лучших. Скорее даже обо всех тех, кто имел достаточной яшмы, чтобы купить себе алхимию. И не обращать внимания на уровень таланта, а брать силу с заёмной помощью. «Нет, не задумывался?» – нахмурившись, переспросил у волка. «Но если у всех ватах есть места силы и обычаи уходить туда в надежде прорваться, то сколько их там остаётся?» «Ты сам говорил, это последний шанс. И мало кому он даётся в руки». «По-твоему, эти места бездонные? Они долгие годы по крохе собирают силу неба, которой может хватить только на одного. Ты же сам не раз ночевал в них, и должен был ощутить, как быстро они пустели. От трёх десятков ватажников. Я напомнил только это, придержав острые слова о дармоедах, так и просившихся на язык. Но сдержался. Достаточно того, что повздорил с реквилом, впервые не оглядываясь ни на кого, словно язык работал раньше ума. «Нужно знать меру. Мириот уже. Не было дела до моих недосказанностей». «Верно. Так мало, что не хватает даже на них. Потому-то места силы только для тех, чей шанс прорваться выше, чем у остальных. Чаще всего это главы ватак или первые из братьев». «Справедливо. Так что с остальными?» «Это те, кто сам шагал за пределы, но десятую звезду всё равно не взял. Да и не возьмёт, сколько бы мест не выпил. Погоди. До меня стало доходить. «Ведь тебе верно. В школе нам что-то говорили об этом. Об основе силы семей. О тех, кто коснулся десятой звезды». «Красивая фраза, да?» Мириот хохотнул. «Вроде ты и неудачник, но небольшая игра словами. И становишься тем, что приобщился к великому достижению. Поднялся выше остальных. И уже можешь глядеть на них сверху вниз. Ведь сколько тех, кто не сумел достичь твоего уровня». Откинувшись спиной на стену, увитую плещом, я смерил взглядом волка. «Ты много раз говорил, что твоего отца постигла неудача. Но не припомню, что бы ты рассказывал о его смерти». И увидел широкую улыбку. «Как и о смерти деда». «Деда?» Попытался прикинуть, сколько же ему сейчас лет. Выходило что-то вроде Вечного Газила, с которым я всегда сравниваю всех встреченных стариков. Здесь тоже должен быть кто-то так же сморщенный и согнутый годами. «Хотя нет, он воин, а значит, его здоровье не может быть настолько плохим. Каждая звезда добавляет годы жизни и разглаживает морщины». Задумчиво протянул. «Так значит, они остались с твоим сыном. Не хотят попасть во второй? Или не верят в наш успех?» «Отец верит, но уходить тоже не хочет. Деду же даже энергии второго пояса не даст большего, чем ещё несколько лет жизни. Но ради этого ему придётся отказаться от привычных благ положения старейшины в Атаге. Мало кто променяет тёплые дома вино на простую кашу в хижине. «Так где они живут? В каком квартале?» Волк скривился, сняхут и признал. «Мало кто из таких стариков остаётся в городе. Не так уж много сил и неба удерживает формации гряды. Орден приберегает её для своих старейшин-мастеровых. Остальным приходится годами сидеть в дальних лагерях. А те, что побогаче и посильнее, строят себе дома в предгорьях». «Дома? Там, где звери и сектанты?» «Сектанты сами не сунутся так глубоко в лес. Те, кто попадают к нам, слишком слабы для этого. А старики? Кто им может угрожать здесь? Кто угрожает царям?» Я возразил. «Они не цари. Не все, если я верно тебя понял. Ты прав. Но мало кто рискнёт сунуться в лес через территории в атак к воинам даже восьмой звезды. Такого не ударишь в спину. И чтобы смять числом, нужно будет собрать человек двадцать шестёрок и пожертвовать половиной. Кто хочет умирать? А они сами не сходятся в схватках? Ну, старые обиды взыграют». У Мериота дёрнул из щека. «Это возможность глупо умереть. Те, кто живут в дебрях, слишком умны для подобного шага. Что они там вообще забыли? Я попытался представить, будто мне нужно уйти из города и оставаться месяцами в лесу, питаясь тем, что добыл и приготовил. Разве это жизнь? «Имея деньги, можно хорошо жить и здесь. Даже мы часто доставляем им заказанные товары». Я задумался. «Деньги. Обладая такой силой, можно и впрямь брать лучшую добычу в лесах. Тем более с опытом этих стариков». Понимающе протянул. «Так значит, вот кто помогает вам с опасной добычей». «Мечтай!» Фыркнул Мериот. «То, что им мало жить осталось, не значит, что они хотят это мало потерять. То, что опасно для Ватаги, опасно и для них. Пока упросишь тарика помочь, пока придумаешь ему хороший подарок, проще потратиться на алхимический яд или заманить зверя в ловушку. И то дешевле выйдет». Странно, но если вспомнить, то я тоже не особо помогал Гуниру с Зимеоном, начав свою охоту. Слишком разным стал наш уровень силы. Я бы не отказал им в помощи, вот только ни разу они не подходили с такой просьбой. «Ладно, к сути. Зачем ты о них вспомнил? А что, по-твоему, им может быть интересно? Откуда мне знать? Мериот, ты можешь говорить ясно? Пока лишь тратишь время впустую». Волк усмехнулся. «Сила. Их интересует сила и возможность преодолеть застой, и справиться с теми травмами, что они получили, пытаясь прорваться». «Ты же сказал, что твоим это неинтересно. Наша семья всегда считалась странной. Да, у них есть шанс. Но он им неинтересен. Случись это лет двадцать назад. Но кто сказал, что другие думают так же? Кто знает, сколько тех, что сгинули в походе в Миражный, на самом деле не сумели выйти из него? Кое-что стало доходить до меня. И встретили их? А ты думаешь, почему ни одна из ватак не встала на пути, не остановила нас. Ведь достигнем мы успеха, и кто знает, насколько станут сильны волки. Не лучше было бы встретить нас у входа и не дать войти вообще. Ты так много рассказывал про царей, что я решил, такое имя запрещено». Впервые за этот разговор мигнул трёхцветный указ волка и Мириот кивнул. «Отчасти мешать и впрямь запрещено тем, кто идёт к городу. Вышедшие из него должны полагаться только на себя, и нас встретят старики в атаке сорока семей, в надежде получить алхимию древних или, в худшем случае, отобрать оружие и техники». Подумав, уточнил главное. «Орден? Тоже будет ждать там?» «Нет, вот им такое не позволят». Указ не изменился. «Не будет никого от фракций, иначе это изначально было бы безнадёжно. От пиковых бойцов, владеющих секретами фракций, уйти не вышло бы ни у кого. Четыре месяца — слишком малый срок, чтобы превзойти их в силе и знаниях». «Выйти через другой вход? Ты же сам говорил, что их много». «Поверь, я дважды со спалина следил за тем, как убивают вышедших из города. Достаточно наблюдателей с амулетами, и охотники будут знать, где добыча». Улыбка волка превратилась в оскал. «Но мы действительно уйдём таким путём, что никто ничего не поймёт, и сами превратимся в охотников, выбирая добычу себе по зубам. Мне сильно не нравится, что ты скрываешь так много, а говоришь так мало. И только тогда, когда тебе это выгодно». «Неужели ты бы отказался от похода сюда? От силы, от знаний, от спасения сестры?» Я смолчал, а волк продолжил. «Ты должен радоваться. Ведь старики сами принесут тебе деньги, которые так нужны для плата за семью в воротной крепости». «Грабить грабителей?» Теперь довольно улыбнулся я. «Неплохая идея. Ты поэтому и взял с собой в город так много людей?» «Столько, сколько только можно было по договору». Волк расплылся в улыбке, через мгновение, впрочем, исчезнувший. Но этого всё равно может оказаться мало. У стариков ведь тоже найдутся помощники. Нужно будет внимательно убирать схватки, чтобы не тратить силы на слабых и не встречаться с самыми сильными. Предложение звучало разумно, и я кивнул, уже согласный в этом участвовать. Вот только теперь меня смущало другое. «Надеюсь, что в шепчущем ты поможешь мне продать мою долю добычи, там уж них цен я не знаю». «Продать?» Мириот откровенно смеялся надо мной. «Старики сами принесут нам дух, ты понимаешь? Отчего ты страдал больше всего? Что давило на тебя, когда высасывал всё место силы?» Ответил, уже начиная понимать. «То, как мало становилось силы вокруг. Поверь опыту того, кто устал выслушивать нытьё деда долгие месяцы. Девятым звёздам только возле миражного энергии в достатке. А им приходится жить в гораздо более скудных местах. Ты понял? Дух. Им нужна голубая яшма. Два десятка монет на поясе позволит им даже вернуться к гряде. Голубая яшма — это сгущённая, сконцентрированная энергия неба. Пока она рядом с телом... Мирёт прервался, пощёлкал пальцами. «Может, видел, на озёрах в зарослях у берега живут паучки? Они строят гнездо под водой, создавая из паутины мешок, а затем таскают туда воздух. Да и сами ползают под водой, окружённая пузырём воздуха. Так же и яшма. Пока она рядом с телом, то вокруг словно такой пузырь из энергии неба. Монеты медленно истекают ей, и тут же впитывают. Этим и пользуются старики, потихоньку прихлёбывая. А иначе вмиг начнут терять возвышение и стареть. Дед как-то показывал. За два дня посидел. А чтобы стать прежним, ему понадобилась неделя. Невольно я вспомнил тортуса в нулевом с сединой и тортуса у ворот гряды с красными прядями в волосах. А заодно и кое-что ещё. А мы? Что мы? Мы молоды, и сами полны сил. Не стоит и сравнивать. Не о том думаешь. Нам даже не обязательно заставлять их биться до конца. Надавить, заставить ощутить, что поражение близко. И принудить отдать яшму. Пусть почувствуют, как близка смерть. А они ценят жизнь, поверь. И всё? Разве они не ждут нас там, чтобы убить? Загнанная в угол крыса опасна. Я хмыкнул, вспомнив свой опыт. И я загонял в угол. И меня загоняли. Помнится, о чём-то похожем думал, валяясь под ногами с Кирто и получая его пинки. Сообщил Мириоту с улыбкой. У нас говорят так о квартике. Очень трусливом создании, которое может отрастить острые зубы. Волк пожал плечами. Не суть. Главное, что ты уловил, о чём я. Если выходящие или встречающие оказывались слишком слабы для другой стороны или вспоминались личные обиды, то всё заканчивалось кровью. А так... К чему лишний раз рисковать? Потерянные месяцы жизни, пока они соберут достаточно добычи для голубой яшмы, как раз и станут для них наказанием. Как будто у них нет запаса. Скорее всего, у большинства есть. Вот только годами оно храниться не может. Не верю. Хотя я и сказал, что монеты истекают силы и впитывают её, но сделал это больше для красного словца. Если белая яшма пустышка, а зелень и кровавики не портятся, то дух мутнеет, разрушается со временем. Я покачал головой, всё равно не соглашаясь. Не возле гор, здесь слишком много силы. Как угодно. Мириоту надоело спорить со мной. Молодые всегда знают больше всех, сам такой был. Итак, тебе нужны деньги, чтобы перевести всех своих родных с собой. Или на пару лет оставишь их в шепчущем, пока не заработаешь денег во втором. Волк улыбался и продолжал давить на меня. Тоже выход. Но кто успеет первым? Ты или неприятности, что будут их искать? Или думаешь, что уйди ты, и неприятности уйдут вместе с тобой? Никто из тех, кого обидел, ранил, родичи тех, кого ты убил. Довольно. Я даже вскинул руку, обрывая собеседника. Как будто ты всё не понял, когда я попросил о помощи в продаже. Я с тобой. Я согласился, во многом поверив Мериоту. Вот только рассказывая очередную историю, о скольком он умолчал. Мне это казалось неважным, ведь впереди было ещё время для возвышения и тренировок. Но судьба снова решила, что я засиделся на одном месте. Снова заставила меня бежать. Не раз уже мне на ум приходили слова Великор о том, что и испытания, и награды нам даёт небо, чтобы заставить ускорить шаг на пути к нему. Я проверю, насколько велика очередная преграда, и снесу её со своей дороги. И если волк снова о чём-то умолчал, тем хуже для него самого.